Мы подключаем к нашему эфиру Игоря Семиволоса, директора Центра Ближневосточных Исследований. Игорь Николаевич, здравствуйте. Да, доброе утро. Здравствуйте. Ну вот мы уже обозначили, так сказать, и интерес взаимный, военный интерес Ирана и Российской Федерации. И, что интересно, также мы обозначили тех союзников Штатов, кто может быть против Саудиты и Объединенные Арабские Эмираты. Против-то против, а что они могут сделать, чтобы Россия и Иран не сближались, а арсеналы не сближались свои? Ну, они ничего не могут сделать, давайте сразу скажем. Единственное, что в принципе Саудовская Аравия не то, что может предпринять, но единственный ее шаг, видимый, это сближение Соединенных Штатов Америки и получение соответствующей гарантии безопасности, подобных израильским. Но для этого, конечно же, Саудиты должны пойти на целый ряд шагов, которые, вероятно, будут политически очень чувствительными. Если говорить о самом сближении Ирана и России, то мне кажется, что эта ситуация вполне прогнозируемая. Хотя здесь тоже существует масса подводных камней, поскольку разговоры о том, что будут поставлены СУ-35, уже идут в течение года. И существует как минимум версия о том, что непоставка этих СУ-35 Ирану была связана с договоренностью с Израилем. Что, соответственно, Россия не поставляет современные средства наступательные, в том числе самолеты, и, соответственно, Израиль не помогает Украине. Это одна из таких достаточно распространенных мнений. Она, по крайней мере, если смотреть на позицию Израиля, в общем, как бы находит свои подтверждения. Если же произойдет вот это событие, опять-таки оно, в общем, вполне возможно, то, естественно, Иран обеспечит себе некую, если не говорить о стратегическом преимуществе, но, по крайней мере, обезопасит себя от наиболее серьезных ударов со стороны Израиля. Уже было понятно после обмена ударами Израиля и Ирана по своей территории, уже было понятно, что для Ирана крайне важен, собственно, самолет, который обеспечит избитие ракеты и, соответственно, нанесение ударов, и современные средства противовоздушной обороны. Без этого, собственно, никакого развития конфликта не будет. Или, по крайней мере, Иран оказывается в достаточно сложной ситуации. Поэтому сейчас, конечно, основные усилия Тегеран направляет именно на это направление. И Россия здесь, несомненно, является ключевым игроком, ключевым союзником, который может обеспечить, по крайней мере, частично оборону Ирана от ракетных ударов. Игорь Николаевич, ранее зачастую очень часто говорят об этом союзе Ирана и Российской Федерации как ситуативном союзе. Очень часто говорят, что ситуация так складывается и так далее. С этим понятно. Но все-таки сейчас это выглядит как такой взаимовыгодный союз. Потому что идут все-таки обмен тем или иным, что необходимо сейчас Российской Федерации, в частности, и Ирану все же. Мы как можем все-таки описывать вот эти отношения, которые сегодня ныне существуют между Ираном и Российской Федерацией? И есть что-то, что может все-таки пошатнуть те взаимовыгодные процессы, которые ныне существуют между двумя государствами? Вы сейчас говорили, вспомнила 2023 год, когда иранские дипломаты все-таки упрекали тогда Российскую Федерацию. В частности, что Россия заняла сторону тогда Эмирата. Эмират в вопросе группы островов в важном для Ирана, в частности, тоже Армурском проливе. Тогда это было даже на уровне какого-то дипломатического такого скандала. Но вот если мы говорим на сейчас, то вот такие вот какие-то вопросы, они отходят на второй план? Потому что необходимо, есть то, что необходимо Ирану от Российской Федерации, но, в свою очередь, Российская Федерация от Ирана. В стратегической культуре Ирана существует устойчивое недоверие вообще ко всем. То есть, они считают, что большая часть соседей и вообще большая часть стран скорее поддерживается враждебной по отношению к Ирану позицией. То есть, и одна из задач, которая была в свое время поставлена, это вот создать пояс союзников. Вообще, весь этот шиитский коридор и опора на шиитские силы в Ираке, Сирии и Ливане является частью вот этой стратегии, которая предусматривает создание стратегической глубины обороны для Ирана. Если говорить о вот этих отношениях, то они не всегда были, конечно, безоблачными. Я имею в виду российско-иранские. И Россия маневрировала между интересами арабских государств, интересами Ирана, поскольку прекрасно понимает, что от стран Персидского залива во многом зависят и экономические интересы России, и возможность поставок товаров двойного предназначения, и ухода от санкций, ну и, соответственно, цены на нефть. Поэтому эти интересы балансировались. Сейчас, по мере того, когда они будут вынуждены сближаться, а это обстоятельства, которые мы уже обсудили, причины этого сближения, то поле маневра для россиян будет сужаться. И, собственно, это играет в том числе и на нашу пользу. Потому что чем глубже Россия заходит в эту колею, тем сложнее ей будет маневрировать среди других интересов на Ближнем Востоке. Я, в первую очередь, имею, конечно, как раз страны Персидского залива и Израиль. Давайте теперь, Игорь Николаевич, о том, о сдерживающих механизмах. В ЕС договорились расширить режим санкций, связанный с военной помощью Ирана России в связи с недавней атакой Тегерана на Израиль. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике, политики безопасности Боррель. Санкции ограничат экспорт из ЕС-компонентов, которые используют, в частности, для производства беспилотников, баллистических ракет. Новый санкционный режим будет распространяться не только на Иран, но и на его прокси-группировки и структуры на Ближнем Востоке в регионе Красного моря. Иран под санкциями много лет находится, в этом смысле больше, чем Россия. Хотя совокупность сейчас, наверное, Россия впереди планеты всей по количеству санкций. Но насколько недостающее еще санкционное давление может как-то повлиять на Иран, ограничить его? Ну, санкции лучше, чем отсутствие санкций в данной ситуации. Это очевидно. Но преодолеть полностью, или как бы не допустить поставок комплектующих будет крайне сложно. Потому что значительная часть идет не непосредственно в Иран, а идет в третьи страны, которые не находятся под санкциями. То есть, кроме санкций непосредственно в отношении Ирана и его сателлитов, необходимы санкции целого ряда стран. Часть из них достаточно влиятельные, и которые явно не будут рады такому развитию событий. Мы как-то из своего анализа исключаем тот же самый Китай. Но его не стоит исключать. Потому что, если, конечно, экономического сотрудничества пока особо не выходит между Китаем и Ираном, несмотря на заверение. Но когда мы говорим о политической и частной военной поддержке, или расширении производства тех или иных боеприпасов, то здесь Иран и китайцы достаточно эффективны. Та же самая программа дронов, с которой мы страдаем и мы, и многие другие, она в значительной степени получила развитие благодаря китайскими инвестициями в эту область. Игорь Николаевич, мы очень часто, когда обсуждаем эту тему, все-таки разбираемся с вами, в частности, когда говорим о Персидском заливе, а тут уже об Иране конкретно более. Всегда вас спрашивают, за счет чего все-таки удается Ирану, ну, скажем так, функционировать. На плаву. Да, фактически, спасибо тебе, кстати. Оставаться на плаву. Ну и все-таки о нефти в данном контексте. Это основа все-таки, как и говорили ранее, иранской экономики. За последние шесть лет Тегеран экспортировал ее больше, оказывается, чем когда-либо ранее, несмотря на санкции, которые осенью 2018-го ввели тогда США. Как пишет Deutsche Welle, экспорт нефти в прошлом году принес иранскому бюджету почти и более 35 миллиардов долларов. В течение первого квартала этого года Иран продавал в среднем 1 миллион 560 тысяч баррелей сырой нефти ежедневно. Почти весь этот объем в КНР. По мнению экспертов, которых цитирует Deutsche Welle, Ирану удается обходить санкции. И если администрация президента США хочет изменить ситуацию, ей необходимо переключить внимание на Китай. Знаете, вчера мне эта тема тоже заинтересовала. Я посмотрела, как Иран успешно, скажем так, трансформирует и изменяет свою нефть. И она уже становится не иранской, а если... Да, малазийской. Вот вспомнила. То есть процессы какие-то находят, каким образом выкрутится и так далее. Иран, кстати, делают это очень часто в посредничестве и с помощью тоже и других стран Персидского залива. То, что такая лазейка есть, и понятное дело. Но они же знают, и знают США, знают те страны, которым необходимо об этом знать. Здесь в чем сложность все-таки остановить этот экспорт иранской все-таки нефти? Это не желание, либо же все-таки нет необходимости? Ну, тут несколько факторов, понимаете. С одной стороны, ключевой фактор – это то, что ядерное соглашение, это известно, с 2015 года, оно ведь не ликвидировано, оно работает. То есть то, что американцы вышли из этого соглашения, не означает, что все остальные вышли из этого соглашения. В соответствии с этим соглашением есть определенная процедура выхода Ирана из-под санкций. И она тоже работает. Ну, помните, осенью прошлого года мы обсуждали возможность и легальной продажи Ираном своих ракет. Это сейчас возможно. То есть и продавая свои ракеты, третьим странам Иран не нарушает никаких санкций. То есть, с одной стороны, очень многие утверждают, что американские санкции такие всесильные, но это не так. Это далеко не так. Второй момент – это, конечно, жажда наживы. То есть, если на этом можно заработать, то всегда найдутся люди, которые готовы на этом заработать. И давайте вспомним о том, что тот же самый Иран впервые придумал так называемый теневой нефтяной флот, когда нефтетанкеры, вот, собственно, происходила перевалка нефти прямо в открытом море, и таким образом эта нефть меняла страну происхождения. И это тоже, в общем, как бы давно работало. Это работало еще до того, как и после этого работает. И Россия использует в том числе эти методы. Так что, ну что вам сказать. Понимаете, всякие санкции есть против санкций, есть противодействие санкциям, есть попытка найти лазейки. И основные усилия, каким образом все это изменить, все это остановить. И вот здесь, конечно, как бы человеческая жадность, наверное, это самый ключевой момент, который не позволяет вообще просто остановить все это и всю эту историю. И еще в заключение успеем об одной дружбе, которая на наших глазах развивается. Делегация из Северной Кореи впервые за пять лет побывала в Иране. Возглавил ее эту делегацию министр внешних и экономических связей Юн Джон Хо. Как пишет Time, эта поездка указывает на активизацию военного сотрудничества между этими странами. По мнению экспертов, которых цитирует издание, Северная Корея могла бы извлечь выгоду, в первую очередь, из иранской нефти. Возможно, КНДР заинтересована и в покупке беспилотников. Тегеран же от сотрудничества с Пхеньяном может рассчитывать на развитие ядерной программы благодаря северокорейским технологиям. Игорь Николаевич, опасный симбиоз. А насколько серьезно они могут сдружиться? Нужны ли им для этого посредники? И что из этой дружбы может произойти? Ну, если мы говорим о Северной Корее, как и некой стране, которая существует благодаря Китаю и сейчас получила новое дыкание благодаря России, которая вливает в нее ресурсы, и она производит огромное количество снарядов, то, в принципе, понятно, мы видим здесь ту же самую ось, о которой, по-моему, уже говорит, и только не ленивый не говорит, но в этом плане важно понимать, что обстоятельства, которые, возможно, непреодолимы по состоянию у нас сейчас, они толкают эти страны друг к другу. То есть для того, чтобы выжить, необходимо более активно сотрудничать, обмениваться технологиями, обмениваться возможностями, опираться на политическую мощь и военные возможности Китая и России и обеспечивать себе как бы стратегическое преимущество. Я напомню, что основная ключевая задача всех этих стран – это стратегическое поражение Запада, поэтому, собственно, в этом плане их интересы абсолютно совпадают и неизбежны дальнейшие сближения. Благодарим вас, Игорь Николаевич, за включение. Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, был гостем этой части нашего прямого эфира. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok